13 января 2009 года в самом центре Риги должен был пройти митинг, во время которого тысячи уставших от кризиса латвийцев собирались потребовать распуска Сейма и оперативно решать экономические проблемы. Но миролюбивая песенная акция протеста впервые в истории современной Латвии переросла в массовые беспорядки. В воскресенье исполняется ровно 10 лет тем событиям. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтят память минуты молчания скончавшегося накануне актера Карлиса Себриса. Артист Пабрикс зачитывает несколько строк из его письма, написанного участником так называемой революции зонтов. Народ сегодня не просит, а требует ответа от своих правителей. Где ваша совесть? Где ваша порядочность? Звучат слова из письма. На сцену поднимаются политики, известные в обществе люди. Поет хор. Звучат призывы распустить Сейм, на которые публика реагирует овациями. К 18 часам поступают данные о первых задержанных. 19.00. Лидер общества за другую политику Айгер Штокенберг соблагодарит собравшихся за участие и призывает расходиться. Играет гимн Латвии. Толпа не расходится. Сотни людей направляются к зданию Сейма. Протестующие пытаются прорваться внутрь. Их сдерживают сотрудники полиции и бойцы Альфа. В здание парламента летят яйца, бутылки, камни, булыжники. Полиция применяет слезоточивый газ. 20.00. Митингующих удается вытеснить из района здания Сейма. Полиция огораживает улицы Смилшу и не пускает толпу в Старую Ригу. Часть толпы останавливается возле здания Парексбанка. Ей противостоит полиция. Госполиция снабжена спецсредствами. К 22.00 беспорядки удается подавить. Сообщается о десятках раненых. Ситуация в городе постепенно нормализуется. В ходе беспорядков пострадала Латвийская национальная библиотека, Министерство финансов, служба госдоходов, здание Парексбанка, магазин «Латвия с балзом» в Старой Риге. Митинг 13 января в Риге не единственный в Европе. В столице Болгарии, Софии, 14 января 2009 года проходит мирная акция с требованием распустить парламент. Но потом акция выливается в уличные беспорядки. Аналогичный сценарий в Вильнюсе уже 16 января. Семитысячная толпа у Сейма. Беспорядки начинаются после инцидента с участием мэра города Артуросом Зоокосом. Ему в голову прилетает яйцо. Сразу после толпа начинает штурмом брать здания парламента. Заводят толпу, как и в Риге, мужчины с завязанными лицами. Как итог, во всех этих странах разгорается политический кризис. Тогда, 13 января, полиция в общей сложности в Риге задержала 126 человек. Во время столкновения у здания Сейма ранения получили 30 человек. Еще 28 пришлось госпитализировать. Пострадали сотрудники госполиции, журналисты. В районном суде на скамье подсудимых оказалось 68 человек. Пятерых оправдали. 28 человек получили наказание. Лишение свободы 21 из них условно. Один из подозреваемых, Ансиса Таулсберзенч, был объявлен в международный розыск. Его задержали весной 2017 года. В ноябре 2018 года он вышел на свободу. Теперь намерен подать на Латвию в суд. Последствия событий 13 января до сих пор на себе ощущают участники акции протеста. Для одного это аргумент на выборах, для другого – инвалидность. О чем говорят сегодня бунтари десятилетней давности. Личное дело Ксении Колесниковой. Александр 13 января 2009 года был на работе. Он работал в архитектурном бюро неподалеку от Домской площади. Вообще нас в 2009 году всех уволили. Потому что заказы пропадали как по эффекту домино. Сначала один, потом второй, потом сразу три, потом пять. Я целенаправленно пошел на митинг. Просто посмотреть на людей, послушать речи политиков. Давай, может быть, пробираемся? Да, пойдем. Ты по этой улице шел тогда? Я шел, да. Мы сейчас пойдем прямо и повернем направо. В память Александра врезалась одна подробность. Тогда организаторы митинга Артис Пабрикс и Айгар Штокенбергс выступали с социал-демократическими лозунгами. В прошлом году Артис Пабрикс стартовал на выборах в Сейм от либеральной партии. Александр видит в этом непоследовательность. Мне вообще кажется очень интересно, что официальные демонстрации организуют на Домской площади. Потому что это очень неправильное место с точки зрения безопасности. Например, здесь есть вот эта вот брусчатка. Она была немного уложена, мне кажется, по-другому в те времена. Ее было очень легко достать. Я, например, жил в Гамбурге. И там тоже брусчатка, вот такая же брусчатка. И тротуары такой же брусчаткой мощены. Но там все швы проложены смолой. Именно для того, чтобы люди не доставали булочники. Потому что Гамбург, он славится тем, что там, если что, там происходят демонстрации. Причем, ну, такие с погромами. Александр видел, как в Сейм полетели первые камни. После чего понял, ситуация может стать серьезной. Он вернулся к зданию парламента уже ночью, когда улицы были заблокированы. А вдали стояла реанимационная бригада. К сожалению, там все это вылилось в погромы магазинов сети Латвия с Балзамс и прочих заведений в Старой Риге. Вот, я думаю, что это дискредитировало, во многом дискредитировало, по крайней мере, вот, ну, в коротком интервале, да, вот, все, что происходило. Сейчас Александр считает, что у него слишком много работы, чтобы ходить на митинги. А это Эдгар Горбань. 13 января 2009 года он шел к Сейму со стороны Вантового моста. Тогда он еще не знал, что ночь проведет в больнице, оставшись без глаза. Я вообще в 16 лет был панком, и это было такое протестное настроение классное. Оказалось, что мы что-то меняем. Я видел по телевизору, как в западных странах происходит масса беспорядки. И была такая уверенность, что там люди могут свои кулаки показать и, ну, надавить на правительство. Я, конечно, сейчас понимаю, что это немножечко наивная точка зрения, но в 16 лет как бы было неплохо для меня. По пути к зданию парламента Эдгар отбился от компании друзей и остался один. Люди вокруг начали кидать камни, и он последовал их примеру. Вскоре протестующих оттеснили на улицу Трогшню. И вот где-то в районе вот этой железной штуки стояли полицейские. Я к ним приблизился на совсем короткое расстояние, пытался кинуться к кускам льда. Хлопок, удар, я падаю и ползу, и не понимаю, что же происходит. После выстрела другие протестующие подхватили Эдгара и унесли к медикам скорой помощи. Эдгар уверен, что боец Альфа нарушил протокол и выстрелил ему в лицо без предупредительного выстрела. Однако ему это не удалось доказать в суде, а проверка государственной полиции показала, что действия полиции были обоснованными. Тогда ему было 16 лет. Сегодня он не считает беспорядки 13 января ключевым событием в своей жизни. Я столкнулся с каким-то популярностью, столкнулся и со многим другим. То есть я не считаю, что я там был стопроцентной жертвой. На самом деле, в моей жизни много нового пришло. И что именно значит? Ну, знаешь, как говорят, что можно справиться с огнем и с водой. Да, с медными трубами тяжелее всего, на самом деле. Когда к тебе тянется очень много людей, и слава от бесславных, это довольно сильно влияет на себя как на личность. И, ну, в подростковом возрасте тяжело отвечать на многие вопросы, которые появляются в голове вследствие всего этого. И как-то выкарабкиваешься, конечно, после этого, меняешься. Популярность среди кого в таком случае? Среди молодежи, среди девушек очень много внимания было. В обычных обстоятельствах человек, когда остается покалеченный, он остается один со своими проблемами. А у меня абсолютная ситуация была. И как бы, ну, по-всякому, можно так сказать. Сейчас Эдгар живет один, планирует получить профессию. Он так и не закончил 12 классов. Эдгар долгое время работал в строительстве, успел поработать за рубежом. Говорит, второй раз кидать кирпичи в семь не стал бы. Ну, можно просто действовать более эффективно и более прогрессивно. И, ну, это, конечно, такой простой метод, да. И, как я увидел, он не особо уменьшался успехом. Для Эдгара обвинение в участии в массовых беспорядках закончилось сначала принудительными работами, а потом реальным сроком — 22 дня в Щерлотовской тюрьме. По данным судебной администрации, обвинение было предъявлено 68 людям, пять из которых были оправданы. Половина из них были приговорены к принудительным работам, половина — к лишению свободы. Однако только семь из них реально оказались за решеткой. Спустя 10 лет в обществе снова чувствуется недовольство политической элитой. Арт из Пабрикс, который тогда, в 2009 году, был одним из организаторов митинга, снова вернулся в латвийскую политику. А брусчатку у памятника баррикадам по-прежнему при желании можно выковырять. Однако между главными политическими фигурами той ночи и последующих дней до сих пор нет единогласия. Кто несет ответственность за беспорядки? Бывший премьер Иварс Годманис отказался говорить с личным делом, сославшись на то, что митинги организовали Штокенбергс и Пабрикс, а значит, они отвечают за последствия. Схожего мнения придерживается бывший министр внутренних дел. Мой работодатель — Сэйм, прямой начальник — Годманис. Ошибок в своей работе не вижу. Спустя 10 лет в переписке с личным делом Сэгланиш указал, что именно организаторы акции потеряли контроль над происходящим и еще раз поблагодарил полицию за профессиональную работу. В дальнейшей дискуссии вступать он отказался. Артис Пабрикс с упреками в свой адрес не согласен. Например, легионеры, да? Если там какие-то беспорядки, ну вы же не будете сказать, что вот эта организация, которая там укладывает цветы, скажем так, у памятника, они ответственны за беспорядки. Нет, конечно. Это означает то, что конкретной силой, то есть полиция, Министерство внутренних дел не было готово. То, что меня не отличает сегодня от того человека, который я был, скажем так, 10 лет назад, это то, что я всегда в политике отстаивал и я всегда буду в политике отстаивать активную работу. Но если я являюсь, скажем так, активным политиком, который находится в позиции, тогда нет смысла организировать, в принципе, митингов, потому что есть возможности в своей ежедневной работе делать то, что надо, то есть делать активную политику. Митинг, беспорядки и роспуск Сейма – это способ выпустить пар, и тогда это было нужно обществу, говорит политолог Филипп Раевский. Он уверен, сейчас, несмотря на все недовольство в обществе и обилие новых партий в Сейме, часть из которых собрали протестный голос, нет предпосылок к повторению событий 13 января. Это протест, вот что надо что-то поменять. Я себя чувствую настолько стабильно, что я начинаю хотеть, чтобы что-то менялось вокруг меня. Потому что, если мы смотрим результаты выборов после кризиса, там были очень консервативные, одних и тех же избирали, потому что боялись, вот что-то новое придет, и тогда как бы не было хуже. Лучше вот известное зло, чем неизвестное. В Сейме сейчас лежит законопроект об амнистии участников беспорядков 13 января. Его подала представительница нацблока Яна Иннокурсей-Тепакула. Она уверена, надо простить тех, кто кидал камни во имя юношеских идеалов. Закон потому и закон, чтобы отделить тех, кто на самом деле воровал и нападал на полицейских, в их делах это видно. Мы не будем просто бездумно давать амнистию, а амнистируем тех, кто протестовал в духе юношеского протеста, чтобы сделать жизнь лучше. По мнению инициатора законопроекта, таких 10 лет назад в Старой Риге было несколько десятков человек. Эдгара Горбани среди них нет. Хотя он сам уверен, его протест был искренним, и его к Сейму привели идеалы. Он кидал лед в полицейских, а значит, 22 дня тюрьмы не исчезнут из его биографии решением Сейма. Личное дело Ксении Колесниковой. Латвийское телевидение.